Музыка Уважаемые товарищи, концепция данного законопроекта всем нам понятна, аналогична. Мы в этом зале многие годы с вами говорим о необходимости передела сырья, которое производится в нашей стране, не только, естественно, древесина. Касается это или нефти, касается это или газа, или даже зерна. Но, к сожалению, условия, которые сегодня мы с вами имеем, они не дают такой возможности сегодня нашей обрабатывающей промышленности активно вести эту экономическую политику. Так что концепцию эту мы с вами, безусловно, поддерживаем. И фракция, как уже было здесь заявлено, будет поддерживать этот законопроект, который регулирует порядок предоставления государственных и муниципальных лесных участков предприятиям, которые будут заниматься глубокой переработкой. Абсолютно правильно говорили выступающие, а что это за предприятие, которое будет заниматься глубокой переработкой, повысить производительность труда, эффективным будет с точки зрения передела, экономического баланса и так далее. Но действительно, под эти вот такие критерии, которые определены пока в законе к первому чтению, могут подойти очень большие по перечню предприятий. Так дойдем до рядовой лесопилки. Поэтому в этом плане у нас 415-й принятый закон об обороте круглого леса четко фиксирует механизм по классификации выпускаемой продукции. И здесь, если это глубокая переработка, мы с вами хорошо знаем, что такое глубокая переработка. И наши ЦБК, и другие предприятия, работающие и работавшие в этом плане, являются тем примером, и они могут быть сущностью этого критерия. Если говорить сегодня о конкурсе или об аукционе, но мы с вами, подключая большую академическую науку, много дебатов на эту тему прошли. Мы говорили давно и всегда, эти два типа предоставления борьбы за то или другое направление, в данном случае лесного участка, должны иметь место. И в данном случае у нас есть, допустим, на приоритетных инвестиционных проектах также льготный механизм, который предлагает в данном случае этот законопроект. Мы обязаны вот здесь соотнести законодательное регулирование в едином ключе, потому что разночтение в льготных проектах не приведет ни к чему хорошему. И в первую очередь лишь только потому, что из 123 также льготных инвестиционных проектов, которые должны были заниматься глубокой переработкой инфраструктурой, обязаны были заниматься воспроизводством лесов, пример приводить, как в лесу надо работать нашим соответствующим экономическим структурам. Но мы видим, 40 из этого количества за 5 лет похоронили инвестиционных проектов. Мы видим многие другие вещи, которые являются просто халтурой. Мы сегодня говорим, что это 9-я законодательная инициатива, которая 3 года уже идет в подготовке через госсовет в Бурятии. Но даже когда мы были в Бурятии, крупнейшее предприятие, миллион гектаров имеет в аренде. Когда мы приехали и спрашиваем, а сколько вы платите в год с этого миллиона, и миллион кубов используете, 18 миллионов, аж государство отхватывает от этого миллиона, а там достаточно прилично передел. А сколько вы восстановили лесов? А нет, у нас естественное восстановление. И так далее, и так далее. Вот в этой связи мы должны все это четко увязать. Увязать и быть более рачительными. Абсолютно правильно стоит вопрос. Когда мы уйдем от этих 27-30 миллиардов рублей, которые еле-еле с регионами натягиваем, с точки зрения сбора за это уникальное сырье, стратегическое сырье, надо переходить, и на всех крупных всероссийских совещаниях мы говорили, о необходимости перехода на рыночный механизм в оценке этого сырья. Государство, народ, хозяин лесных богатств. А сегодня у нас на этих приоритетных проектах поделили все областные леса, четыре компании поделили. И, пожалуйста, сами ничего не делают. Дают тебе возможность самому выпилить, допустим, 10 кубов, давай за хвойник по 250-300 рублей мне в карман, а я 18 государства дам. За лиственный лес 180-200. Но с этим тоже бардаком. Извините меня. Мы уже десятки раз говорили на эту тему. Надо тоже завершать работу. И вот все, что связано в этом плане, в данной законодательной инициативе, надо активно проработать. Но одна из системных мер. Вот смотрите, что мы дадим лесной участок. Мы договорились далее. А у него ни границ, ни кадастрового учета, ни плана, что там есть с точки зрения этого сырья. И что из этого получится. Кот в мешке. Или в конце концов мы поставим все на нормальные рельсы. Рельсы, произведем соответствующее планирование, осуществим кадастровую постановку, и тогда другая вырисовывается картина. Ведь у нас что получается? Промышленники маленько, как говорится, прихватывают за счет этого древесины. А те, кто выращивает, лелеет лес, извините, у них нищенская зарплата в два раза меньше, чем средняя по России. И все остальное, что в этом плане связано. С этим тоже надо кончать. Почему в 5-6 раз дороже сегодня кубометр стоит сырья в Финляндии, чем у нас в России? Есть много вопросов, которые мы и дальше должны работать. Я хочу сказать, мы приняли 415 закон об обращении круглого леса. Мощнейший базовый закон. Мы приняли 27-й, 250-й, 455-й, 353-й, 181-й, 206-й закон. Мы на 50% обновили лесной кодекс. И дальше двигаемся. И есть с кем двигаться, и с чем двигаться. Но нужна в этом плане всем нам единая воля перейти на хорошую, нормальную экономическую основу. И лес должен служить народу, не отдельным личностям. Спасибо.